Говорят, игра забывается, результат остается. Наверное, это все-таки неправильно. Победители помнят о том, сколько они забили, а проигравшие, как забивали им и сколько не забили они. Ростовчане по-собому всегда настраиваются на Аланию. Но вот в субботу этот настрой выражался поначалу только в жесткости единоборств. Ради кавказцев уже стала плохой традицией не использовать хорошие моменты. 100% голевым эти эпизоды у ворот хозяев не отнесешь. Но о преимуществе серебряного призера прошлогоднего чемпионата они убедительно свидетельствуют. Ведя в команду много новых игроков, Валерий Газаев пытается сделать ее более мощной и устойчивой. Пока же она получается, пожалуй, лишь слишком простой и предсказуемой. Ростовчане также не изобретали велосипед, но одна их изящная комбинация закончилась ударом Маслова в перекладину. А затем произошел эпизод, который быстро забудут ростовчане и еще долго будут помнить футболисты Алании. Олег Пестряков заставил защитников в борьбе с ним нарушить правила, но произошло это в метре от штрафной площади. Однако Николай Левников показывает пенальти и ростовчане забивают победный гол. А какой может быть анализ? Я думаю, что пенальти был однозначно надуманный. Ну и, мягко говоря, я откровенно скажу, что все стыки, столкновения, которые были, конечно, судья по его поведению, значит, было видно, что он хотел, чтобы Ростельмаш выиграл. Очень много новичков в команде, да. Конечно, вот подготовительный сезон, вот два с половиной места, мы почти играли одним составом, понимаете. И вдруг сразу, сразу так получилось, что сезон начали. И мы не можем вот две игры подряд играть одним и то же составом. К сожалению, понимаете, вот отпадает, постоянно отпадают ведущие игроки, да. Игра получилась, по-моему, очень зрелищная, такая бойцовская. Обе команды играли с желанием, с огромным желанием, особенно нашей.